Хочется рассказать про то, как у нас происходит львиная доля разработки. Львиная доля разработки связана с вебом, именно с веб-программированием. У доклада сейчас вы увидите достаточно провокационное название, которое я попробую расшифровать. Окей, значит, NoSQL и Assume Not Needed. Маленькая расшифровка, несмотря на провокационное название. Хотелось бы рассказать, как много мы можем делать без этих инструментов. Меня не надо спрашивать про то, почему NoSQL плохой или хороший. Меня не надо спрашивать, почему различные синхронные веб-программорки плохие или хорошие. Я, возможно, в кулуарах вам расскажу свое мнение, но по обойму из этих вопросов у меня абсолютно нулевая квалификация. Я вам расскажу, к чему мы можем добиться, на самом деле, используя стандартные подходы к разработке веба. Итак, World of Tanks.ru, сайт одной малоизвестной игры, имеет некоторый объем посещенности. На самом деле, цифры кому-то кажутся большими, кому-то кажутся маленькими. Это данные согласно Google Analytics. Сколько у нас, соответственно, самих запросов, соответственно, в день. Ну, что хотелось бы отметить. Собственно, если есть цифры для запросов по BKM серверу, я могу привести. То цифры, количество запросов, собственно, на FrontFab серверу я привести не могу. Потому что он убирается... Собственно, в попытку логировать эти запросы, убирается в скорость записи на диск и то, как Nginx их логирует. И, несмотря на это, ну, сервер работает хорошо. Ну, в принципе, одна из наших проблем, которые немножко там расскажут, может, завтра, может, сегодня. Итак, главный тезис, который поделились когда-то, ребята из Яндекс, потому что, на самом деле, высококруженные веб-проекты умеют делать только те, которые их уже сделали. Которые их уже сделали. Вот, если вы знаете какие-то, там, подходы, теории о том, как сделать самокруженный проект легко, просто или сложно, но вполне какой-то путь, и вы этого не сделали, ну, есть мнение, что вы, на самом деле, не знаете, что будет он высококруженным или нет, потому что есть проблемы с реализацией, есть проблемы, собственно, с тем, что система начинает не работать совсем в неожиданных местах. Итак, продолжать веб-проекты мы делали только те, кто их уже сделали. Главный тезис моего доклада – Wargaming не умеет делать высококруженные проекты. Несмотря на все цифры, которые мы привели, вот, это еще не высококруженный проект, это просто то, с чем сталкиваемся мы на таком достаточно популярном ресурсе с точки зрения игроков. Вот, тем не менее, там, ну, не кажется нам каким-то высококруженным. Итак, при этом вот какие-то высококруженные какие-то проекты, или просто проектов, которые должны справляться с высокой нагрузкой, вы должны решить некоторое количество проблем. Первая проблема – это, соответственно, то, что у вас будет одновременно огромное количество подключений. Одна из самых важных проблем, связанная с тем, что если в вашем дата-центре скорость интернета достаточно высокая, то у пользователей она низкая, а у некоторых очень низкая. А как показывает практика, те ребята, которые там сидят где-то в Сибири или за Уралом, у них очень-очень низкая. И, грубо говоря, если вы им ответ генерите в течение какого-то короткого промежутка времени, рассчитывайте на то, что именно себе не его забирать вы могут достаточно долго. Вот. Вторая проблема, которую в любом случае вам надо бы решить – это какое-то кэширование. Бессмысленно делать одинаковую работу много раз, гораздо логичнее получив результаты, где-то ее сохранить, там потом взять оттуда, посмотреть. Собственно, кэширование вы должны будете, скорее всего, делать, собственно, двух типов вещей. Это кэширование данных, если забор этих данных вас занимает какое-то большое количество времени, и кэширование операций, которые вас занимали бы, запотребляют много ЦПУ, грубо говоря, связанные там с сиренбилингом, с обработкой информации, с агрегацией и так далее. Также очень важный момент является эффективность использования ресурсов. Ваша система действительно должна проставиться, пока она не загружена полностью, с одной стороны. А с другой стороны, грубо говоря, пока ваша система, ну, с ростом нагрузки, до того момента, как вы достигнете стопроцентной загрузки ЦПУ, ну, если у вас проект, как большинство проекта выбирается в ЦПУ, время обработки ответа не должно увеличиваться. Если вы вдруг обратили внимание, что у вас, грубо говоря, при одной загрузке, при нагрузке в 10 раз больше, а время ответа видится пользователю в 10 раз больше, ну, или даже в 2 раза больше, И при этом у вас ЦПУ простаивает, вы делаете что-то не так. Пока ЦПУ не загружен на 100%, вы можете это делать быстрее. Вам нужно разобраться, во что вы упираетесь или в какие операции. То есть, на самом деле, единственным критерием возрастания скорости ответки на запрос является то, что у вас, собственно, ЦПУ закончился, ресурсы закончились, вам действительно это масштабирование дали, дальше нужны, выглядели, машины. Если, грубо говоря, при достижении какой-то нагрузки, которая для вас является максимальным, там, протестировали или нет, делали какие-то тесты, вот вы видите, что вы держиваете какое-то количество запросов, и при этом у вас система не загружена на 100%, это говорит о том, что вы неэффективно используете ресурсы. Следующий момент, который обязательно должен быть сделан, это низкая латентность ответа для пользователей. Пользователи должны отвечать в ответ быстро. Надо учитывать, что пользователи достаточно, ну, странные люди, у них бывает плохой интернет, они вообще живут в вашем дата-центре, поэтому некоторые техники, там, для того, чтобы пожать ответ, чтобы ему было полегче или еще какие-то, они всегда имеют смысл, пользователи это очень слевее. Самое интересное, что вопрос масштабирования, который многие, на самом деле, выставляют на первый этап, на первом, как и шагу, как и первостепенный, на самом деле, является далеко не первым. Очень важно научиться сначала правильно использовать ресурсы, а потом научиться масштабировать, а не наоборот. Если вы будете масштабировать, а потом учиться использовать ресурсы, вы можете сложиться с такой интересной ситуацией, что вы масштабируетесь на 100 серверов, но не можете никак их загружить на 10%, чтобы там, может, придется дальше, выбрабатывать большее количество запросов, вы добавляете машины, при этом старые у вас проставят. То есть сначала надо понимать, как вы будете масштабировать вверх, а потом только вширь. Также очень важным вопросом является, по мере развития вашего проекта, зависимость от сторонних ресурсов, от всевозможных социальных сетей, всевозможных общений с различными сервисами и так далее, где возникает такая проблема, что эти сервисы отказывают. Отказывают все банки, платежные системы, фейсбуки, твиттеры и так далее. В какие-то моменты они могут вам начать возвращать ошибки. Главное, что вы должны не просто спрятать пользователей от ошибки, во-первых, вы должны продолжать работать с такой же скоростью, иначе из-за падения и того сервиса, или аж от сейвы, но также желательно как-то в кратковременной падении соединения с какими-то важными для нас баз-сервисами для пользователей проходили совершенно незаметно. Итак, чтобы построить невознагруженный кластер, проект мы используем как-то стратегические следующие компоненты, достаточно классический подход, какой-то некоторый расширенный ламп, который мы расширили в Nginx, мы заменили PHP на Python, вставили МКЖД и используем RabbitMQ. Поподробнее. Значит, это соответственно с Nginx. Это отличнейший веб-сервер, который, соответственно, за ним решает первую задачу, чем важность общения с пользователем. То есть он инспасулирует для себя, собственно, все проблемы, которые связаны с тем, что пользователь у вас медленный, и потом очень медленно дается контент. Фактически на уровне Nginx у нас и реализована обработка, расстраивание очень-очень для задачи для backend-серверов. Запрос пришел на фронтенд, отдал его на backend, backend его обработал, быстро отдал на Nginx, и потом Nginx будет долго давать его клиенту, в это время backend будет заниматься другой работой. Благодаря этому мы пытаемся достичь того, стремимся достичь того, чтобы у нас backend всегда был загружен, если у нас есть какая-то общая листья запросов, и может быть где-то там в пиках, в нагрузках все-таки дошел до 100%. Для того, чтобы пользователи были счастливы, мы жмем контент и используем Kipelife. Нам не жалко, а пользователю приятнее. У нас используются 4 backend, 3 занимаются, скажем так, популярной работой, 1 занимается редко используемой работой, связанной с файлами и так далее. Следующий компонент, который мы используем, соответственно, это Apache-овский Modless Guy. Поскольку у нас реализация на питоне, здесь важно понимать, что мы его демонизируем и запускаем его от пользователя. Ну, про запуск от пользователя, это на самом деле является следствием того факта, что вы хотите оплодные файлы, которые оплодятся на сервер, где-то сохранить, а потом все проблемы отдавать. Вообще, чтобы у вас приложение могло им манипулировать, поэтому приложение и файл должны всегда лежать от одного пользователя. Соответственно, количество процессов мы достраиваем равным количеству ядер. Это, опять же, связано исключительно с тем, что раз у нас вся обработка происходит на бэкэнде, и бэкэнд постоянно имеет какую-то работу, и если у него постоянно есть работа, значит, он постоянно грузит CPU. Раз он постоянно грузит CPU, то количество воркеров по количеству ядер процессора легко доводит до того, что у нас система может грузиться на 100%. Собственно, мы проводили эксперименты, у нас в этом вопросе все хорошо. Если к нам приводят какой-то объемный трафик, мы действительно таким подходом добиваемся стопроцентной загрузки CPU. Просто делать больше мы уже действительно не можем. Процессор кончился, sorry. Ну и на всякий случай, потому что паранойя, потому что программисты делают ошибку, раз в N-1000 запросов, мы наш сервер перезапускаем потоновский, чтобы у нас не было никаких проблем с памятью. В результате у нас в рамках одного дня загрузка по памяти системы вообще-то находится на одном уровне. Реализация бизнес-логики сделана на бетоне, как бы стандартный джангл МПЦ Преймворк, всевозможные бетоновские библиотеки достаточно популярны для разработки. Единственное, что обращу внимание, соответственно, это на МКПЛИП. И про это будет неважно следующий слайд. Не, не следующий. Следующий, собственно, в МКЖД. В МКЖД, соответственно, мы, как я уже сказала, используем для кэширования. Кэш-сайт у нас каких-то определенных значений. В данный момент используются четыре ноды. Про всевозможные технические подробности чуть дальше. Вот, собственно, для хранения данных используется МСКЛ. Единственное, как бы, изменение, кроме тех, что связано с перформансом, а связано с логикой, это то, что мы используем и на DB, чтобы множество пагендов отлично попрощались, составляли данные и читали данные. Рид коммитет мы, соответственно, используем для того, чтобы воркеры друг другу не мешали, и при этом читали из базы данных, данные, которые уже, ну, были, естественно, TF-8. Так, достаточно, ну, единственное, как бы, отклонение, стандартного подхода, соответственно, восходит в использовании МКП. Так или иначе, фактически на любой задаче, которая приходит к вам, у вас всегда есть задачи уровня upload файликов, которые, в общем, потребляют достаточно много ресурсов, или аутентификации через Twitter, или еще какие-то подобные задачи, которые требуют много времени. Вот, на самом деле, мы используем следующий подход, что пользователь сразу получает ответ, что task его принят на опробовку, upload файлика или там логин через Twitter, и приходите к нам через какое-то время, попингуете нас, про то, не завершился ли ваш task. Естественно, пользуется ли все это скрытое яксом, но приход примерно такой. Получить задачу, а как там моя задача, а как там моя задача, а как там моя задача. Соответственно, мы используем для передачи таких задач куда-то еще дальше, чем backend, какие-то отдельные, медленные процессы, которые вырабатывают подобные ворота запроса по MQB. Собственно, MQB бывает различным. Мы используем RabbitMQ, это такой сервер, решение с MQB с сервером, в который очень быстро можно положить таски, и, собственно, нашим backend worker, который обрабатывает запрос, быстро вернулся к следующим шагам.